Россия принимает свой пакет диктаторских законов. Вчера, 29 июня, Совет Федерации, это Верхняя Палата Российского Парламента, одобрила пакет антитеррористических законов, которые в иностранных медиа называют самым репрессивным пакетом со времен советских времен. Инициаторы принятия этих законов это депутат Государственной Думы Ирина Яровая, которая ранее предлагала ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, и сенатор Виктор Озеров. Ну вот принятые законы, они предусматривают ужесточение наказания за терроризм и экстремизм. Недоносительство теперь станет уголовным преступлением. То есть люди, которым известно о подготовке теракта, вооруженного мятежа или подобных преступлениях, должны будут сообщать об этом властям. Всего вот в этом списке полтора десятка преступлений. В противном случае им грозит до одного года лишения свободы. Призывы к терроризму или... Его оправдание. Да, да, да. Или его оправдание в интернете приравняли к аналогичным заявлениям в средствах массовой информации. То есть запост, который власти посчитают экстремистским, можно будет получить до семи лет заключения. В Конгрессе Российской интеллигенции заявили, что эти документы не только не способствуют борьбе с терроризмом, а усиливают ограничения прав и свобод граждан. А уголовное наказание за недоносительство, цитирую, вновь, как это было в СССР, открывает возможности для эпидемии доносов и избирательному преследованию граждан, что может привести к расколу в обществе. Законы Яровой-Озерова также предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за содействие терроризму до 14 лет. То есть 14-летние теперь молодые люди могут тоже оказаться за решеткой. По мнению Светланы Ганушкиной, председателя комитета гражданское содействие, это российская благотворительная организация, которая помогает беженцам и вынужденным переселенцам, этот пункт принятых законов наиболее пугающий. И приведет к тому, что детей в России смогут теперь посадить за абсолютно нелепые вещи. Вот такой пример она приводит в интервью российской редакции «Радио Свобода». У нас был такой случай в Чеченской Республике, когда мальчика привлекли к ответственности за то, что в его дом однажды пришли вооруженные боевики, остались в этом доме, где были его мать и сестры, а его отправили покупать сникерсы. Он купил на 300 рублей сникерсов и каких-то кексов для боевиков. Его за это привлекли за участие в бандформировании. И слава богу, что в какой-то момент стало понятно, что он не достиг возраста уголовной ответственности. И поэтому обвинение было снято. В противном случае его бы посадили. Так вот, если закон будет принят, за такие вещи детей будут сажать в тюрьмы. И еще одно новшество пакета Яровой-Озерова. Это обязательство со стороны операторов мобильной связи и соцсетей хранить информацию о содержании разговоров и переписке пользователей. К примеру, российские мобильные операторы в течение полугода должны будут хранить записи всех разговоров абонентов, а также сообщений, которыми они обмениваются. Чтобы организовать хранилище для сбора и хранения такой информации, операторам дадут время до 1 июля 2018 года. Ну вот, русская служба британской телерадиокомпании BBC в своем материале «Антитеррористический пакет в цифрах, фактах и портретах Яровой» 29 июня подсчитала, чтобы хранить все эти данные о пользователях для серверов, потребуется площадь, равная 10 футбольным полям. Это примерно 157 миллиардов гигабайт цифровой информации. Вот для сравнения, на 2006 год общий объем всей цифровой информации в мире составлял 161 миллиард гигабайт. Чуть-чуть больше, чем нужно хранить по закону Яровой-Озерова. Затраты операторов на создание соответствующих мощностей составят 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Это примерно 330 миллиардов долларов. Поэтому мобильный оператор уже заявили, что для того, чтобы следовать этому новому законодательству, необходимо повысить услуги мобильной связи приблизительно в 2-3 раза. По мнению оппозиционного депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, авторы законов даже не попытались провести эти расчеты. Он называет это вопиющей неграмотностью. Вот что Гудков пишет на своей странице в Фейсбуке. Для любого законопроекта, требующего хотя бы копейки из бюджета, нужно финансовое обоснование. Без него документ зарежут в правительстве. Но чтобы избежать расчетов, в пакете Озерова-Яровой было прописано, что все траты операторы будут нести сами. То есть это может быть даже не злая воля, а элементарная лень считать. Хотя, скорее всего, здесь было и первое, и второе. Принятие закона в Яровой Озерова посвятил свою статью и американский аналитический центр «Стретфор». Она вышла сегодня, 30 июня, и называется «Антитеррористы четкие законопроекты ставят Путина перед трудным выбором». Статья называется «Антитеррористические законопроекты ставят Путина перед трудным выбором». И вот аналитики «Стретфор» утверждают, принятие антитеррористических законов именно сейчас можно объяснить желанием Кремля ужесточить контроль над гражданами в преддверии выборов в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре. Для самого Путина, пишут аналитики в «Стретфор», эти выборы станут репетицией президентских выборов 2018 года, на которых он, конечно же, рассчитывает победить. Подтасовка к Кремлю предыдущих парламентских выборов вызвала общенациональные протесты. В преддверии нынешних выборов экономические трудности и политический накал намного выше. Поэтому непонятно, сможет ли правящая партия «Единая Россия» сохранить большинство в Нижней Палате парламента. Новое законодательство даст Кремлю необходимый ему железный кулак. Но Кремль вряд ли ожидал реакции, которую спровоцировал в политической и бизнес-среде пакет законов Яровой Озерова. Ну вот, действительно, эти антитеррористические законы, они вызвали недовольство не только в рядах российской оппозиции, но и в прокремлевской среде. Их раскритиковал, в частности, Ментимер Шеймеев, это экс-президент Татарстана и близкий соратник Путина. Против них также выступил советник российского президента по правам человека Михаил Федотов. Даже Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, которому Россия предоставила политическое убежище, негативно отозвался об антитеррористических законах. На своем твиттере он ранее назвал их «законами большого брата» и «неоправданным нарушением прав человека», которое вообще не должно было быть одобрено. Но российские парламентарии к Сноудену не прислушались. И, к слову самого Сноудена, в Соединенных Штатах Америки разыскивают за публикацию в средствах массовой информации сведений о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Принятые российским парламентом антитеррористические законы вступят в силу только после того, как их подпишет президент Путин. Сейчас в окружении российского президента нет единого мнения по этим законам. Одни считают, что такие законы нужны, другие, что Россия становится все более репрессивным государством. Как пишет Стретфорд, Путину удавалось долгое время находить баланс между этими двумя группами мнений. Но сейчас в окружении... Сейчас, когда экономика России падает, и страна ощущает давление извне, Путину нужно сделать выбор. И этот выбор определит будущее России. Об этом резюмируют аналитики Стретфорд. Это все на сегодня. Смотрите нас завтра в 20.00. Ну а прямо сейчас, после нашей программы Шустер Лайф Будни с Татьяной Гончаровой Молодец.